здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать вас на своем канале сегодня друзья приготовим очень вкусный слоеный рулет с творожной начинкой сначала готовим опару глубокую емкость добавляем теплую воду сухие дрожжи и немного муки рецепт приготовления друзья как обычно под видео в описании замешиваем тесто оставляем его в теплом месте для подъема брожения среднем около одного часа тесто должно увеличиться в минимум два раза вот такой тон упористая получается далее перегружаем опару дежу миксера добавляем сахар теплое молоко соль остаток муки просеиваем перегружаем дежу миксера с помощью ложечки подмешиваем муку чтоб процессе замеса она не разлетелась у нас в разные стороны насадка крюк вымешиваем тесто сразу на малых оборотах после добавляем обороты увеличиваем до максимума вымешиваем 10 минут и после этого добавляем сливочное масло комнатной температуры и добавим вымешиваем тесто еще 10 минут кто будет вымешивать тесто вручную ориентируйтесь чтобы тесто перестало прилипать к рукам тогда процесс замеса можно уже в принципе останавливать должно получиться красивое хорошее глютеновое окно то есть мы тесто растягиваем и она у нас не рвется далее я выкладываю тесто в глубокую емкость накрываю оставляю в теплом месте для увеличения в два раза после переминаю тесто один раз я перекладываю потом еще более глубокую емкость и оставляю тесто для брожения на ночь в холодильнике вот утром достаю тесто вот так вот она выглядит у меня стояла в холодильнике 12 часов тесто практически не прилипает к рукам очень плотная сейчас она прогреется процессе работы с ним станет мягким и податливым на один рулет у меня выходит четыре вот таких вот шарика которых я сейчас выброшу и подкатаю из такого теста может получиться или два рулета но я как правило замешиваю такое тесто и готовлю него 4 багета и один рулет рецепт приготовления багетов есть на моем канале пожалуйста друзья заходите смотрите очень выгодное тесто в плане процесса один процесс а на выходе вы имеете и десерт и хлебушек вот так вот каждый шарик я тонко-тонко раскатываю потом смазываю каждый пласт сливочным маслом комнатной температуры тесто растягиваю потом когда уже четыре пласта все выложу подкатываю скалочкой создают тот размер для рулета который мне нужен использую начинку вымоченные мандарины с содой перекручиваю ее или измельчаю блендере с сахаром выкладываю на тесто баддон в один край прекрасно получается начинка поэтому не выбрасывайте корки мандарина перемалывайте их с сахаром и они всегда украсит вашу выпечку делаем вот такие вот насечки также приготовила творожную начинку добавила корки мандарина перемолотые с сахаром вымоченные в воде изюм все перемешиваем выкладываем на край рулета закручиваем рулетик и выкладываем на противень я накрою пленочкой полотенцем оставлю в теплом месте для подъема для увеличения минимум в два раза время уйдет у всех по разному но в среднем где-то около двух часов вот так вот рулетик у нас увеличился в объеме смазываем желтком если постный рулет то смазываем молочком духовка 180 градусов выпекаем рулет в среднем 30 минут на заднем плане вы наблюдаете багет очень вкусный хлебушек получается и очень вкусный получается десерт поэтому друзья мои обязательно подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить эти чудные рецепты которые будут еще радовать вас впереди очень много всем приятного аппетита чаепития до новых встреч мои дорогие пока пока удачи и Субтитры создавал DimaTorzok